Всероссийские соревнования по боксу класса Б в памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Кудрявцева завершились в эти выходные в Иванове. Турнир проводился среди юниоров, мальчиков 1996-1997 года рождения. Соревнования памяти великого боксера проводятся в Ивановской области с 1959 года. У нас абсолютно уникальные боксерские традиции, ведь сегодня мы проводим турнир в памяти Василия Васильевича Кудрявцева. Это один из основателей вообще бокса в Советском Союзе, многократный чемпион СССР. И очень хорошо, что наши боксеры, они вот помнят тех, кто это начинал, но и сейчас наши боксеры одерживают весьма важные победы. Эти боксеры приехали из соседних областей Костромы и Владимира. Их весовая категория 57 килограммов. Бой получился напряженный. Явно у фаворита не было на протяжении всего поединка. Фортуна улыбнулась бойцу красного угла ринга. Даниила с Костромы признается, было сложно. Соперник был тяжелый. В принципе, первый раунд хорошо было. Второй раунд уже был потяжелее, устал. В принципе, все, что хотел, это получилось. В этом турнире бойцы поборолись за три специальных кубка. За волю к победе, за лучшую технику и, пожалуй, главный трофей – Кубок памяти Василия Кудрявцева. Он достался победителю весовой категории 52 килограмма. Всего за дни соревнований на ринг вышло порядка 100 спортсменов. Изначально планировалось, конечно, привлечь больше иностранных делегаций на турнир. Но в связи с определенными обстоятельствами, связанными не с нашими организациями, а связанными с их командирующими организациями, есть какие-то проблемы. Изменились календарные планы соревнований. В Финляндии, Греции собирались приехать, Белоруссии, Украина. И есть там некоторые политические обстановки, они не сказываются на спорте тоже, в первую очередь. Приехала только Эстония в этом году. Но на будущий год опять мы ведем работу и опять так же будем продолжать. Но как минимум стран 5 мы точно попробуем привлечь. С каждым годом турнир расширяет свои границы и постепенно из всероссийского превращается в международный. Это и хорошая практика для ивановских спортсменов, которые, кстати, на фоне европейцев выглядят очень достойно. И для зрителей. Когда и где еще можно побывать на соревнованиях международного уровня совершенно бесплатно. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.